Это тоже расизм, понимаете? То есть, если вы не обрезаны, а вы уже не обрезаны, если у вас, мать, не еврей, ну, не повезло, у вас так жизни, да? Вы должны валить отсюда. Это настоящая идеология государства Израиля. Они говорят, что все арабы сейчас должны от нас свалить. Арабы говорят, почему? Потому что в Библии написано, да? Что Яхва завещал эту землю только нам, а не вам. Посмотрите, вот мы бы сейчас, например, вели переговоры с иностранными государствами на основе балладов Илья Мурманса. И говорили, вот Илья Мурманс – это мы, а ты, козел, Змей Горенович, валя отсюда. Видишь, написано? Все, свободен. Парадокс в том, что их оппоненты ничем от них не отречаются. Они верят в те же самые мифы. Ну, и ссылаются они на те же самые источники. Вот в чем парадокс. В этом смысле два сказочника, просто из разной сказки, общаются с друг другом, приобревая свои магические книжки. Но они одинаковые. Вот в чем идея. Они абсолютно разные. Смотрите, опять, Ислан, да? Ну, вы имеете в виду арабы, да? Ну, да. Арабы – это мусульмане в основном. Вы право в одно, что у вас сейчас чисто генетические корни, это семитр, хамитская языковая семья. Ну, они не хотят Абрама, они и те, и те, что… Ну, если вы считаете, что верования одинаковые, они абсолютно разные. Почему Ислам? В Исламе два миллиарда человек. Причем, заметьте, в Исламе живут люди в Мавритании, предположим, и в Индонезии. Да? Абсолютно разные по, так сказать, там, не знаю, цвету кожи, или вообще по культуре, по языку. Ух, албанцы, мусульмане, ну, про нас я вообще не говорю, да, у нас там и татары, не знаю, там, и чуваши, еще там, кто-то и так далее. Ну, заметьте, почему? Потому что Ислам, как и христиан, это традициональная религия. То есть, вот ты русский, да? Ну, ты, предположим, решаешь принять нашу юриду без проблем, но у тебя вот абсолютно такие же права. Вы чувствуете разницу? Здесь нет. Если у вас мать не еврейка, до свидания. Даже если вы там 150 раз вообще там выучили юриды и все остальное, вы чувствуете разницу, да? Потом, что касается Ислама, то она в плане, я, опять, я атеист, поэтому я могу спокойно рассуждать о разных религиях. Ислам, ведь, почитает Христа, да? В Коране. Ислам почитает Моисея, ну, Муса там называется, да, Аисус Иса. То есть, они что говорят, что есть единый Бог, ну, Аллах в их понимании, да? Хотя, заметим, Аллах, в отличие от Яхве, это не имя, это просто вот, ну, нечто, да? Это как по-русски Бог. Понимаете мысли, да? У них Яхве это вот реальный персонаж, с бородой там и все остальное. То есть, есть некий Бог, единый для всех, говорят, на Сурнане, который посылал на землю в разное время, в разном проповеде, в том числе, Мусу, Моисея. Мы его признаем и почитаем. Потом Ису, Иисуса Христа. Но они, как бы, так сказать, одного грохнули, а другой... Потом пришел третий, Мухаммед или Магомед. Все от того же Бога, с абсолютно таким же посланием, как и первые два, говорят они, да? И вот у этого получилось. Вы чувствуете разницу, да? То есть, попытка Ислама не отграничить себя от других верований, да? А наоборот, как-то, так сказать, себя с ними слить, что мы вообще... И, кстати, в Исламе есть разница. Язычники, да? И люди Писания, знаете об этом, да? То есть, с язычниками байба, джихад. То есть, язычники в Исламе, те, которые вообще ни во что не верят, да? Ну, типа, великого Маджана, предположим, или большой дух. А люди Писания, то есть, евреи в Библии, да? Христе ранен, буддисты. Это братья. То есть, с ними, ну, по Исламу, с ними нельзя воевать. Их можно убеждать, там, разубеждать, но это... Я же не говорю о том, как это в реальная жизнь воплощается, да? Потому что идиоты, они есть везде, как вы понимаете. Но я просто говорю, что в Коране написано. Теперь возьмите их верование. Мать не еврейка, значит, ты козел. Всю. Точка. Никаких, значит, мы Богом избранный народ. Вот тебе не повезло, ты родился не среди Богом избранного народа. Ну, как поется в песне Тимати, давай, до свидания. Чего там хорошего? Разве это не расизм? Когда человек заранее поставлен вне, да? Потому что вот ему не повезло родиться от конкретного другого человека. Везде гражданство, то, что вы имеете в виду, везде гражданство, например, определяется по уместву рождения. У нас тут само упражнение, у нас свои законы, у нас свое владыще. Да, мы вот как бы вас признаем в том плане, что мы вам там налоги платим, в принципе, да, там, не всего. Но сами посудите. Как быстро они это когда-либо понравится? Вот сейчас у нас почему все, опять же, таджики? Не столько и потому, что они, там, не знаю, таджики, но что, как бы, они обычные соблюдают. Ну, да, режут баранов на улице, да, там, не знаю, какие-то танцы свои исполняют, стреляют. Но это не таджики, а там всякие чеченцы стреляют, там, воздух, ну, у них. Вот это людям не нравится, понимаете? Они их просто внешний вид, да? Если бы эти, ну, приезжие, вели себя именно так, ну, как принято, там, вести себя большинство людей на этой территории, я не говорю, сейчас правильно принято, нет, ну, есть такие устоявшие страницы обычаи, да? Но если вы будете по Берлину ходить, вот, обвешивать туалетную бумагу, положить, вы тоже будете вызывать негативное восприятие. Без разницы вообще, кто вы там, не знаю, папуаса или еще кто-нибудь, да? Наоборот, если вы негр, ну, вы идете в нормальном костюме, не знаю, там, приходите в улицу на красный свет. К вам никто же не будет пристаровать, правильно? Потому что вы ведете себя, ну, как большинство людей. Вот и у евреев, например, да, вот возникало по этому поводу постоянно много предрассудков, что они там пьют кровь младенцев на Пасху, там еще чего-то делать. Почему? Потому что они были закрыты, понимаете? То есть никто не знал, что там вообще конкретно вот в этих, где-то происходит. А когда вы не знаете, что-то про кого-то, да? И это кто-то и не хочет с вами этим делиться, говорит, да, там не твоё дело, мы там живем, а...